Итак, мы с вами рассмотрели все, что касается брокерского счета. Мы уже знаем, что брокерский счет надежнее, чем банковский счет. Мы уже знаем про комиссии, мы уже знаем про биржевые сборы, о том, какие тарифы выбрать и как выбрать тарифы. Ну, а сейчас о структуре брокерского счета, как я и обещал. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Открыть брокерский счет на самом деле весьма и весьма просто. Давайте посмотрим на примере открытия брокера. На самом деле у каждого брокера это примерно одинаково происходит. Вот, в частности, сейчас мы видим мое видео о том, что брокерский счет надежнее, чем счет в банке. И там прямо под этим видео стоит ссылочка. Переходим по этой ссылочке. Брокерский счет в открытии от меня. Здесь, смотрите, заявка на консультацию и имя, фамилия, телефон, почта и город можно отправить. Вам перезвонит брокер. Ну, а можно на самом деле самостоятельно это сделать. Вот здесь вот написать «Стать клиентом». И мы заходим в открытие брокерского счета. И здесь требуется, смотрите, имя, как в паспорте, например, Иван, телефон. Значит, дополнительно открыть ИИС и продолжить. Дальше с вас потребует паспорт, фотографию паспорта. Это важно. Дальше заполнить анкету, логин и пароль и подписание документов. Собственно говоря, на этом завершается. Подписание документов делается, скорее всего, через госуслуги там и так далее. И для того, чтобы открыть брокерский счет, вы обязаны зарегистрироваться, потому что брокер имеет статус налогового агента, и он будет за вас платить налоги. То есть он должен, ну, брокер вообще должен знать о вас все, абсолютно все, потому что, ну, точно так же, как и банк. Иначе у брокера могут отобрать лицензию, это условие лицензии. И сейчас мы посмотрим структуру брокерского счета. На самом деле, когда мы открываем брокерский счет, то на самом деле мы не просто открываем брокерский счет. На самом деле мы заключаем договор на брокерское обслуживание. И уже в данном варианте, вы видели, там стоит галочка о том, открыть параллельно обычному брокерскому счету ИИС. И на самом деле по договору на брокерское обслуживание вы можете открыть сразу несколько счетов, каждый из этих счетов будет отдельно учитываться это будет разные брокерские счета вот например мы заходим сейчас на мой уже брокерский счет в мой личный кабинет то есть когда вы заключите договор на брокерское услуживание у вас будет свой личный кабинет там вы видели что создается пароль и логин там в общем и брокерский счет открывается далеко не за пять минут и там не нужны деньги искать там сразу потому что деньги вы будете вносить на брокерский счет только после того как вам придет подтверждение и номер этого брокерского счета вот когда вы открыли уже договор но на брокерское обслуживание у вас появляется личный кабинет и вот у меня например на одном договоре на брокерское обслуживание в одном личном кабинете вот такие брокерские счета 1 2 3 4 5 6 7 8 вот у меня открыто брокерских счетов 8 это самостоятельная торговля рф самостоятельная торговля рф и из это то что брокер предлагает сразу есть у меня еще один брокерский счет это структурные продукты есть еще один брокерский счет самостоятельной торговли рф вот он один вот он другой чем они отличаются как я уже говорил в предыдущих видео для того чтобы заниматься спекуляциями на срочном рынке вам нужен тариф инвесторы потому что ну для небольших сумм денег у меня там небольшая сумма денег увидеть там сейчас но 57 тысяч рублей то есть меньше 100 тысяч именно тот вариант про который я рассказывал вот этот счет он у меня идет по тарифу инвестиционный а вот это по тарифу все включено потому что этот счет нужен как раз для инвестиций и на нем более выгодный тариф стоит то есть у меня два разных счета для разных ну даже ну вот вот все четыре счета они они разные то есть вот этот счет для инвестиций в акции на долго для долгосрочных инвестиций это и из ну то же самое что и вот это на самом деле только из ну вот то есть он для инвестиций в акции да еще и возврат налога это структурные продукты это отдельный счет самостоятельно торговля рф это отдельный счет и дальше у меня есть еще пустые брокерские счета самостоятельно торговля и т.п. это мой допуск на иностранные торговые площадки и т.п. иностранные торговые площадки есть структурные продукты и из то есть у меня на иисе есть два счета значит отдельные это но структурные продукты он выделен как в отдельный счет и у меня там были даже деньги но сейчас их там нет потому что потому что брокер открытия поднял планку 250 тысяч минимальная сумма для структурного продукта у меня там всего сейчас вот триста сорок пять тысяч увидите да и есть еще два счета ваш финансовый аналитики ваш финансовый аналитик на глобальном рынке они пустые вот столько счета вы можете открыть то есть наличие брокерских счетов на одном договоре может быть разное в чем разница в том что ну как вы уже понимаете здесь различные во первых тарифы во вторых различные налоговый учет каждый брокерский счет подразумевает свой налоговый учет вот что важно потому что потому что ну во первых у них разные тарифы то есть разные вычеты разные платежи и эти счета независимы то есть если я получу например прибыль вот здесь то с этой прибыли я заплачу налог даже если я вот здесь получу убыток то есть если я вывожу с этого брокерского счета деньги то я должен при выводе заплатить на налог на прибыль если она у меня есть а если у меня вот здесь вот есть убыток то этот убыток никак не компенсирует вот прибыль на этом счете здесь надо понимать то есть это вот такая тонкость очень интересно и поэтому вот здесь вот у меня акции которые я держу долго здесь я торгую фьючерсами недолго вот и вот такую динамику я держу теперь далее а далее следующее у нас каждый брокерский счет это не просто брокерский счет это доступ к различным площадкам на самом деле и к различным инструментами буквально к различным биржам вот в чем дело посмотрите вот мы нажимаем сюда на брокерский счет и здесь брокерский счет подразделяется на несколько секций это фондовый рынок московской бирже там какие-то деньги фондовый рынок санкт-петербургской бирже валютный рынок московской бирже и срочный рынок forts то есть один каждый брокерский счет имеет вот столько площадок 1 2 3 4 то есть и в принципе каждый из этих площадок они независимы то есть это фактически каждый из этих площадок это фактически каждая новая биржа чем же они отличаются смотрите ну фондовый рынок московской бирже он самый-самый сложный здесь продаются акции и облигации и каждый из этих инструментов имеет свои параметры какие-то и свой отдельный учет дело в том что ну например по акциями облигациям по акциям точно я есть срок владения то есть если я владел этой акции более чем три года то я не буду платить налог на разницу между ценой покупки ценой продажи и это все учитывается брокером то есть брокер учитывает по каждой акции время покупки дату покупки цену покупки он запоминает он это помнит в течение вот трех лет этих или даже больше и он это учитывает и он смотрит так сколько прошло времени и так далее и так далее и так далее то есть все это учитывает брокер нам об этом не надо заботиться и брокер за нас отчитывается перед налоговой перед налоговой и он предлагает нам если у нас есть прибыль то либо при выводе денег это учитывается то есть налоги платится либо при выводе денег либо при либо в конце года по итогам года он нам нас предупреждает чтобы у нас были свободные денежные средства для того чтобы он смог перечислить налоги чтобы мы не влезли при этом в долг в кредит потому что если у нас нет там свободных денежных средств брокер все равно за нас заплатит кредит но при этом но при этом у нас возникнет долг перед брокером по ставке репо он об этом предупредит вот и здесь же опять же облигации по облигациям другое налогообложение мы получаем дивиденды по акциям есть налог на дивиденды это тоже учитывается это отдельный налог есть облигации какие корпоративные и государственные по государственным налог на купон не взимается то есть это тоже учитывается здесь очень очень сложный налоговый учет и что еще я хотел сказать что на фондовом рынке московской бирже возможно несколько валют это доллары это евро и это рубли и то есть эти валюты абсолютно тоже ну как бы там можно и купить и продать на фондовом рынке валюту и сейчас это можно сделать суммами от по моему уже от одной десятой доллара то есть от одного цента можно купить валюты именно на фондовом рынке и это становится более удобный инструмент чем чем валютный рынок московской бирже валютный рынок московской бирже наиболее беспонтовый наиболее неинтересный инструмент с одной стороны с другой стороны он может быть интересным тем кто хочет купить или там хранить деньги в иностранной валюте достаточно большие деньги дело в том что валютный рынок это рынок на котором обращаются только валюты то есть мы там можем купить различные валюты сейчас мы узнаем какие но я на вскидку вам скажу так значит рубли доллары евро это естественно английские фунты это понятно швейцарские франки там тоже есть то есть вы можете купить швейцарские франки хранить деньги швейцарских франках запросто вы можете купить там японские иена китайский юань и возможно что-то еще возможен даже турецкие лиры там можно купить и так далее то есть вы это все можете купить на валютном рынке московской бирже это отдельная секция почему он крайне не интересен крайне не популярен потому что ну это он создавался как рынок для межбанка и там минимальный лот это тысяча долларов тысяча евро тысячи английских фунтов стерлингов тысяча чего китайских юаней на вот или там 10000 китайских юаней сколько иен я не знаю но явно там ну больше чем 10000 скорее всего 100000 японских нем вот такая штука 1000 швейцарских франков это понятно вот то есть вы можете там хранить деньги просто и все еще один момент с валютным рынком который я хотел отметить это то что брокер не является налоговым агентом по валюте ну это вот принципиально то есть вы там покупаете продаете валюту значит вы можете ее вывести если вы купили сказать там по туда это в тот же день вы можете вывести на свой банковский счет если у вас открыт банковский счет в соответствующей валюте и я очень рекомендую выводить эти деньги именно на свой банковский счет именно в том банке в котором открыт счет брокерский потому что тогда вы сэкономите очень сильно на комиссии потому что это будет перевод внутри банка далее есть еще фондовый рынок санкт-петербургской бирже чем он отличается это биржа которая исключительно заточена на торговлю ценными бумагами иностранных компаний и там исключительно одна валюта это доллары не рубли и вы там покупаете акции очень многих иностранных компаний за доллары только за доллары вы поставок продаете значит там фиксируется курс доллара на момент покупки соответственно потом на момент продажи фиксируется разница в долларах прибыль у вас фиксируется и по текущему курсу с вас брокер возьмет налог но не возьмет а засчитает налог зачтет уже в налоговом калькуляторе то есть санкт-петербургская биржа она такая особенно и у санкт-петербургской биржи и у всех этих площадок на самом деле может быть различное расписание расписание торгов то есть фондовый рынок московской бирже работает по российскому законодательству там российские ну выходные там например в рождестве в рождественские праздники например не работает фондовый рынок московской бирже но при этом работает фондовый рынок спб и работает на самом деле срочный рынок ford а валютный рынок например не работает в такие дни и наоборот когда в америке праздник там какой-нибудь день благодарения то соответственно или там день мартина лютера кинга приходится на рабочий день то не работает валютный рынок не работает валютный фондовый рынок санкт-петербургской бирже но зато работает фондовый рынок московской бирже вот такая вот история то есть у них у всех различные расписания кроме того у каждого каждый из этих площадок она независимо то есть если у вас деньги есть на фондовом рынке то для того чтобы купить валюту на валютном рынке то вы должны перевести деньги например из фа с фондового рынка на валютный или наоборот если у вас деньги на валютный счет заведены на валютный рынок то вы должны перевести деньги ну и давайте уже я покажу как это делается смотрите вот зачисления и переводы есть перевести на структурные продукты если вы переводите на продукты то на структурный продукт на тот счет как на котором структурные продукты перевести есть между портфелями перевести между счетами то есть вы можете перевести деньги с одного брокерского счета на другой брокерский счет в рамках одного договора на брокерское обслуживание я это делаю регулярно и можно перевести между портфелями это будет внутри одного брокерского счета и вы можете вывести на банковский счет ну давайте посмотрим про валюту ну скажем я хочу перевести деньги со счета ну предположим вот этого портфель фондовый рынок санкт-петербургской бирже я знаю что вроде бы деньги есть на счет на другой счет например ну тут неважно на самом деле единственное отличие что я не могу перевести деньги на и из вот а так собственно говоря я могу перевести на любой счет на из из можно выполнять только банковским переводом поэтому сейчас я хочу перевести деньги на счет вот этот например да и портфель но пусть будет фондовый рынок московской бирже сразу у меня говорит доллар сша теперь если я хочу перевести деньги с фондового рынка московской бирже то у меня спрашивает валюта я могу выбрать с фондового рынка московской бирже на фондовом рынке московской бирже у меня могут быть следующие валюты российский рубль доллар сша евро китайский юань гонконгский доллар про него я забыл сказать фунт стерлинга швейцарский франк сингапурский доллар японская иена казахстанский тенге турецкая лира вот такие валюты возможны я не видел японской а есть японская иена вот такие валюты возможно на фондовом рынке московской бирже ну я так понимаю что на валютном рынке совершенно такие же валюты возможны российский рубль доллар сша евро китайский юань гонконгский доллар фунт стерлингов швейцарский франк сингапурский доллар японская иена казахстанский тенге турецкая лира вот такие валюты вполне себе возможны но вывести например деньги на счет в турецких лирах я не знаю как у меня получится потому что вот я когда путешествовал этим летом в турцию то у меня осталось тут 140 турецких лир которые с тех пор очень сильно подешевели потому что но в турции сказать бешеная инфляция благодаря их президенту эрдогану он там постоянно снижает ставки и плывет против течения и все наши говорят ну 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 как это у него получится вот но что я хочу подытожить немножечко то что каждый брокерский счет имеет свой налоговый учет это отдельно к мы заключаем договор с брокером на брокерское обслуживание и мы там сразу можем открыть сразу несколько счетов и каждый из этих счетов это отдельная площадка ну то есть как правило четыре площадки плюс структурные продукты это уже по желанию то есть это все очень серьезно очень такие площадки очень все независимо друг от друга и мы можем переводить деньги соответственно либо со счета на счет соответственно либо с одного рынка на другой с одной площадке на другую и вот здесь мы можем посмотреть отчеты и налоги и мы можем посмотреть здесь официальная отчетность брокер готовят нам справки это абсолютно бесплатно как правило ну потому что обслуживание брокерского счета бесплатно налоги мы можем значит посмотреть балансовая стоимость ценных бумаг вот на счета все кроме и из например там и так далее и либо и из отдельно считается дальше вот налоговый калькулятор и здесь все 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 считается мы можем его распечатать здесь огромная масса всяческих разделов вы посмотрите вот это раздела здесь подразделы а здесь подразделы здесь подразделы то есть вот это все брокер все это учитывает здесь какой-то совершенно безумный вот по каждой ценной бумаге значит доходы по операциям расходы по операциям все 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 это он считает это полностью то есть брокерский счет это не то что банковский счет там сказать рубли зачислены рубли выданы остаток на счете нет это это совершенно искать безумная безумная система безумная структура и все это ведет брокер за нас и он ведет налоговый учет полностью конечно же можно контролировать нас к этому вы запутаетесь я например доверяю брокеру целиком своему вот такая история я надеюсь вы поняли что брокерский счет это во первых надежно во вторых это целая структура которая позволяет все это сделать вот ну и вы видели что можно вывести легко деньги на банковский счет просто надо ввести реквизиты они у меня запомнены там в качестве шаблона я обычно просто ввожу сумму с такого-то брокерского счета с такого с такой-то площадки с фондового рынка например вывести на банковский счет а у меня 2 2 шаблона либо на теньков либо на открытие и туда и туда идет бесплатно важно чтобы это был счет расчетный который принадлежит лично мне и этот счет должен быть в российском банке у меня есть счет естественно в банке открытия и в банке теньков вот такая история я надеюсь вы поняли что брокерский счет надежно и он достаточно имеет большую структуру сейчас поставьте пожалуйста лайк подписка традиционная если есть вопросы задавайте и до встречи с вами был демитков юрий